Европейский футбол возвращается после двухнедельного перерыва, связанного с отборочными играми сборных к чемпионату мира. И сегодня мы предлагаем вашему вниманию разбор предстоящего и, конечно же, захватывающего матча третьего тура итальянской серии А, в котором сойдутся Наполи и Ювентус. Обе команды всегда ставят перед собой самые высокие задачи в чемпионате, но все же между ними есть существенные отличия. Ювентус долгие годы считается основным фаворитом в борьбе за Скудетто, да и результаты команды говорят сами за себя. За последние 10 лет Ювей 9 раз становился чемпионом и лишь в прошлом сезоне лучшей командой в серии А оказался набравший ход Интер. Что касается Наполи, говорить о борьбе команды за чемпионский титул по большому счету не приходится. Основной целью команды, как правило, является борьба за медали и место в Лиге чемпионов, путевку в которую команда феерически упустила в минувшем сезоне, не сумев одолеть в последнем туре на родном поле скромную Верону. И чтобы получить представление об этом матче, давайте рассмотрим обновление команд, а затем приступим к анализу предстоящей встречи с помощью их же статистики. Но для начала я хочу объявить конкурс. Пишите в комментариях точный счет, с которым, по вашему мнению, закончится матч Наполи-Ювентус. Зрители, которые смогут угадать точный счет в матче, получат бесплатный доступ к Лиг-Джи на целый месяц. Автора самого первого победного комментария ждет доступ к Лиг-Джи на целых 6 месяцев. Не забывайте, что мы не принимаем отредактированные комментарии. А теперь переходим к матчу. В межсезонье команду из Неаполя возглавил итальянский специалист Лучано Спалетти, который очень хорошо знаком с серией А, так как уже успел поработать с несколькими клубами. Последним местом работы Лучано был Миланский Интер, где он провел два сезона. Необходимость смены тренера в Наполи напрямую связана с провалом команды в прошлом сезоне. Клуб занял пятую строчку, лишившись путевки в Лигу чемпионов в последнем туре, поэтому руководство Наполи незамедлительно отправило Гатуза в отставку. Что касается состава команды, здесь также произошел ряд изменений. Наполи покинул целый ряд футболистов, среди которых можно отметить переход албанского защитника Кисая в Лацио на правах свободного агента. Переход Максимовича в Дженоо также на правах свободного агента, а также окончательный переезд Аркадию Шамилика в Марсель, где польский нападающий последние полгода находился в аренде. Усилился Наполи центральным защитником Жоаном Жезусом, перешедшим из Ромы, и арендованным у Фулхэма защитником Замбо Ангисой. У Ювентуса также произошли кардинальные перемены. На свой тренерский пост вернулся Массимилиано Аллегри, который занимал эту должность с 2014 по 2019 год. Что касается изменений в составе старой сеньоры, здесь стоит отметить уход Пищано Роналду в Манчестер Юнайтед. Португалец провел в Ювентусе три сезона, став за это время лидером команды и главным бомбардиром. Поэтому очень любопытно будет понаблюдать за тем, как его уход скажется на результатах команды. Помимо португальской звезды, Ювентус покинул и турецкий центральный защитник Мэрих Демирал, который был арендован Аталантой. Из приобретений туринского клуба можно отметить переход нападающего Кайо Жоржа из Сантоса, успехи которого мы подробно разобрали в отдельном видео, и Мохаммеда, и Хаттарена из ПСВ. Итак, теперь когда мы разобрали основные изменения в кадровой политике клубов, давайте перейдем непосредственно к ИКЖ статистике. Команды начали текущий сезон по-разному. Наполи одержал на старте две победы, а вот Ювентус начало сезона провалил, набрав в двух турах всего одно очко. Причем, если в стартовом туре в составе туринцев еще участвовал Криштиану, то домашняя игра с Эмполи, которую Ювентус сенсационно проиграл со счетом 0-1, проходила уже без него. Что ж, посмотрим, что говорят нам цифры. По показателю ИКЖ-90, деленное на ИКЖ-А90 ноу-индекс, Ювентус в первых двух турах набрал 1,41, Наполи всего 0,79. Эти данные подчеркивают тот факт, что туринцам откровенно не повезло, и в первых двух матчах команды попросту не смогли реализовать свои опасные моменты. Но особое внимание этим цифрам уделять пока не стоит, так как выборка пока еще слишком мала и не подходит для полноценного анализа. Давайте лучше посмотрим, как играли команды в прошлом сезоне. В рамках чемпионата Италии клубы обменялись победами. Наполи обыграл туринцев дома со счетом 1-0. Ювентус же в свою очередь одержал победу уже на своем поле, выиграв со счетом 2-1. Что касается статистических показателей сезона 2020-2021, по показателю XG90, деленные на XGA90 No Index, Ювентус занял первое место в чемпионате с результатом 2,25, тогда как Наполи расположился на четвертой строчке с результатом 1,78. В сегодняшнем разборе мы поговорим об одном важном аспекте, который беттеры зачастую не берут во внимание. Мы посмотрим, как играет команда при том или ином тренере. Каждый тренер пропагандирует свой собственный стиль игры, поэтому показатели команд под руководством разных тренеров могут существенно отличаться. Давайте посмотрим, как играл Ювентус в сезоне 2018-2019, когда командой руководил Allegri. Как мы видим, показатель XG90 плюс XGA90 No Index Ювентуса под руководством Allegri составлял 2,52. В сезоне 2019-2020 команду возглавил Сари, под руководством которого игровой стиль Ювы стал более атакующим. По показателю XG90 No Index Ювентус стал вторым в лиге с результатом 1,93. В прошлом сезоне на тренерском мостике туринцев выступал Андреа Пирло, при котором атакующий потенциал команды держался на таком же высоком уровне, что становится понятным из значения показателя XG90 No Index 1,98. Для сравнения, точно с такими же цифрами закончил сезон и Интер, одержав победу в чемпионате Италии. А сейчас давайте посмотрим, как обстоят дела с показателем XG90 No Index после возвращения Allegri в первых двух турах нынешнего сезона. Как видите, этот показатель 1,37 и наталкивает на мысль о том, что Ювентус на сегодняшний день делает упор на игру от обороны, то есть команда снова играет в защитный футбол. Теперь давайте посмотрим на коэффициенты, которые предлагают нам букмекеры, и сравним их с прошлым сезоном. Как видите, Пинакл предлагает на победу Наполе коэффициент 2,47, и он существенно отличается от коэффициента 2,95, который букмекеры предлагали по линии открытия. Коэффициент на победу Ювентуса в свою очередь вырос. На момент линии открытия он составлял 2,31 и поднялся до 2,94. Такой скачок вполне очевиден. Пул игроков прогрузил на победу неапольской команды после официального подтверждения того, что Ювентус лишился своего главного лидера, Криштиану Роналду. Также здесь сыграл весомую роль и провальный старт сезона у Ювентуса. Безусловно, уход главной звезды не мог пройти без последствий для обстановки внутри команды, поэтому можно смело предположить, что на перестройку игры без Роналду Ювы потребуется определенное время. Сколько? Остается лишь строить догадки. Теперь давайте посмотрим, какие коэффициенты давали букмекеры на аналогичный матч в прошлом сезоне, когда Наполи принимал дома Ювентус, в составе которого еще был Криштиану Роналду. Итак, коэффициент на победу хозяев составлял 3,4, в то время как победа Туринского клуба оценивалась в 2,16. Разница, как говорится, налицо. Давайте также обратим внимание и на тоталы. Коэффициент на тотал меньше по линии открытия составил 2,26, а на сегодняшний день пул игроков прогрузил этот коэффициент до 2. Многие беттеры не успевают переключаться и реагировать на важные новости и перемены в клубах, и при выборе ставок основываются лишь на информации о предыдущих сезонах, не учитывая изменения, которые произошли в межсезонье. Именно поэтому выгодно делать ставки в стартовых турах-чемпионатах, анализируя стиль игры команды при том или ином тренере. Благодаря показателям XG вы можете увидеть и сравнить, как команда играла при том или ином тренере, и сделать свои выводы. Подобную аналогию мы проводили при разборе матча Тоттенхэм-Манчестер-Сити, когда анализировали игру шпор с учетом прихода в клуб нового тренера. Кто пропустил это видео, рекомендуем к просмотру. Вот такой у нас получился анализ предстоящей встречи итальянских грандов. Изучайте статистику команд, разбирайте показатели XG статистики, и проводите анализ матчей правильно. Подписывайтесь на наш канал, не забудьте про колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. И обязательно принимайте участие в конкурсе в комментариях под видео. Ставьте лайк, если вам понравился этот ролик, и принимайте участие в конкурсе, чтобы выиграть бесплатный доступ к XG. А мы на этом закончим. Субтитры создавал DimaTorzok